Добрый вечер всем участникам сегодняшнего открытого урока. Скажите, пожалуйста, как меня видно слышно, потому что я пока не понимаю. Напишите, пожалуйста, в чат. Не вижу вас. Не вижу вас. Не вижу вас. Добрый вечер всем участникам сегодняшнего открытого урока. Меня зовут Мария. Спасибо вам большое. Пожалуйста, напишите, как меня видно слышно. Добрый вечер всем участникам сегодняшнего открытого урока. Перед выступлением профессора Томаса Буэна давайте, пожалуйста, с вами познакомимся. Кто впервые, напишите, пожалуйста, что впервые, кто был. Уже можете написать, что уже. Спасибо большое за ответ. Так, вижу. Молдова, Смитербург, Екатеринбург, Челябинск, Ярославль. Ну, и далее. Спасибо. И я вас уверяю, что вы будете знать об изучении итальянского больше, чем 90% учителей и репетиторов итальянского языка. Вид цены за два часа все рассказать невозможно. Итак, профессор Томазо Буэна, тот, кто еще не знает, я как раз расскажу его биографию. На самом деле биографии намного больше, чем то, что есть на этом слайде. Доктор филологии и дипломов Владимирского университета. Преподаватель кафедры итальянского языка по пути этой иностранных языков в регионе Ведене МГУ. Около 20 лет преподает в России. Автор таких учебных пособий по-итальянскому, как «Говорим по-итальянски». В итальянске просто понятно. Это драматика итальянского языка в схемах и таблицах. Павел недавно был в Италии и практиковался в итальянском. Олеся, да, очень полезная книга Томазо Буэна. Итак, приветствуем Томазо Буэна. Томазо Буэна. Томазо Буэна. Allora, cominciamo subito. Си, ecco, grazie. Dunque, cominciamo subito la nostra piccola lezione. Abbiamo scelto il tema «Passato prossimo imperfetto», un tema importante della grammatica italiana. È un tema difficile, abbastanza difficile. Allora, prima di tutto, volevo sapere il vostro livello. «Во sapete, ci sono queste categorie A1, A2, B1, B2, C1, C2». Potete scrivere nella chat «Qual è il vostro livello?» «Per favore, A1, B1, C1, A1, B1, C1, C1». «Interessante». «Più o meno A2». «Binissimo, benissimo. Non so, di uno A1». Beh, ho capito un po' la situazione. Allora, ci sono diversi livelli. Ну, я могу, значит, говорить даже paiglianeschi, se vuole, наверное. Это будет вам более интересно, чем просто слушать мой русский язык. Мой paiglianeschi un po' meglio del russo. Dunque, il tema è un tema B1, diciamo. Il tema, in perfetto, è il tema B1, как урвенсложенсти. «Лизиус, чё здесь, нирсиэ». Non tutti sono a questo livello, ma, insomma, non è importante. Non è importante. Cercherò di semplificare. Cerchiamo di semplificare la grammatica. «No, per favore». То есть, что именно? Non possiamo parlare italiano, dobbiamo parlare russo. Allora. Ossento questo tema. È un tema, perché, come ho parlato, è abbastanza difficile. Особенно per russi-gavergianti ci sono cose, che creano problemi. В выбор гримя. Правильно, гримя. Questo prossimo, è imperfetto. Isatno, cocaverini ma bettam, isatno, noi vam packagem, cack, rabote et, cack, rabote, moina cussaccafe italiana. Perché la lezione di oggi è una lezione tipo, una lezione tipica di quelle che facciamo в курсе кафе итальяне. Так что вы можете понять, как мы работаем. Только итальянец? Проверьте, попробуйте. Можно поговорить в итальянском и в русском языке? Проверьте. Думаю, что мы делаем сегодня? Затасера. Заглядем у тесто. Заглядем у тесто. У тесто есть здесь. Это есть ли тесто, что мы делаем. У меня есть небольшая introduция теорика. И потом мы делаем у тесто. Которые, которые знают мою работу, они знают, что я автор, отменяя Это потому, что я думаю, что нужно имправить язык в контексте. Например, в прошлом прошлом прошлое, можно посмотреть, можно рассмотреть, но если хотите, то есть. И там будет видно, что есть какие-то структуры работы, какие-то функционеры. В прошлом 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 прошлое, мы видим, как функционируют структуры, и не только мы можем понять, но и вспомнить, но и вспомнить эти структуры. В прошлом прошлом прошлое, чтобы вспомнить эти структуры. Поэтому, в основном, я работаю в текст, в текст, в текст. Так как так работает, в текст. В текст. В текст. В текст. Это. В этом году, в этом случае, у нас есть один контекст, но когда мы изучаем язык в стране, как Россия, мы должны создать нашим контексту. Мы должны создать нашим контекстом и создать нашим контекстом, которые мы находим в данном случае, мы находимся в моем manualе. «Миня двоя учебника, такова типа», «Парliamo italiano» e l'altro «Italiano facile» è questo libro, «С'inizio storia» и «Носкариквамодия», «Questo libro, Parliamo italiano, verde» e l'altro «Italiano facile» «Italiano facile, verde» e l'altro «Parliamo italiano». Что касается материалов, которые будем с вами разбирать, это очень важная информация, это материал, который вы нигде не найдете, если не здесь. Это материал неизданный, материалы «Inedito», «Парамянский» неизданный, не опубликованный материал, вы можете его найти только здесь. Здесь, и вообще, это касается тот материал «De Igozi» и «Карфе» и «Дальяно», там весь материал, мой материал, это все не опубликовано, весь материал не опубликованный, это касается и грамматику, и упражнения, и текстов. Там, «Тосто дайоцетам», «Дайоцетолкатам», «Дайоцетолкатам»… «Da nessuna parte», «Fuori dalla scuola caffè italiano» non c'è questo materiale, quindi questa è un'informazione, secondo me, importante. Allora, cominciamo subito a parlare un po' della teoria, poco, poco, della teoria, e poi la pratica. Allora, passato prossimo, perfetto, я думаю, что вы знаете эти времена. Passato prossimo – это то время сложное, где есть одна форма вспомогательного глагола «avere» или «essere», и другая форма – это причастия, не на примере «Он манжато», «Он лаворато», «Он дормит», или «Соно партит», «Соно арривато» или «Соно арривато», потому что, в принципе, как, в праздничество, passato prossим. И перфетто – это простой грамм, так как на форма «Ио лавораво», «Ио фасево», «Ио дормиво», и так далее. Allora, che cosa possiamo dire in generale la differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto? Vedete la prima tabella, «Pierre Vettatilizza», «Slieva» – «Passato prossimo», «Азioni», «Sprava» – «A destra», «Imperfetto», «Aзioni» и «Condizioni». In generale, in generale, il passato prossimo si usa solo per i verbi «Resprimo azione». По-русски только глагол, который выражает действие. То есть, по-русски употребляется только для глаголов, которые выражают «Azione». «Azione» – это действие. «Azione» – от глагола «agire» – действоваться. А «Imperfetto», «Imperfetto», «Imperfetto» – там есть тоже глаголы, которые выражают «Azione», но еще есть глаголы, которые выражают «Condizioni». Вот здесь мешает тот факт, что у «Imperfetto» тоже встречаются «Azione», это немножко мешает. Потому что если бы речь шла только о «Condizioni», было бы намного проще. Что такое «Condizioni»? «Condizioni» – это состояние. «Состояние». Мне sembra un autre slide. Ecco qui. Более подробно, что такое «Condizioni»? Ну, например, физическое «Condizioni». Посмотрите здесь примеры. «Яри яро станко, а вебо мал дитеста». Это физическое состояние, да? «Дунку, иллибро костава троппо, книга стоила слишком много, видимо, я не купила эту книгу, если так говорю. Это состояние. книга стоила много. И директоре эра оккувата, да то же состояние. «Лау, бл, зае». «Condizioni». «Дескризиони» «аписани», например, «аписани», «аписани природы, или пагоды, иери пьёвева». «Или, аписани цена века», физическое «аписани». «Иль падре, иерарко» «эра альто и макро». «Он был высок и худой». «Третий вариант» «Интенционе». «Интенционе» здесь, «намерение». «Намерение» обычно выражается модальным глаголом или другими глаголами типа «спераре». «Спераводи инконтрати». Понимаете, да, как переводится эта фраза? «Я надеемся тебя встретить». «Спераводи инконтрати». Это чисто намерение. Ничего здесь не говорится о результате. Мы не знаем потом, действительно, они встретились или нет. «Спераводи инконтрати». Фраза об этом не говорит. «Довел его студиаре». Он потом занимался или нет? Мы не знаем. «Волел его андаре альчинева». Он ходил в кино или нет? Не знаем. Эта фраза об этом не говорит. Эта фраза говорит только о том, что у него было намерение туда идти. Думкой. Все это вместе можно назвать «кондиционе». И «кондиционе», условия, извините, состояние, описание, намерение. Все это выражается обычно, имперфектно. «Си, либру мне кустару, но кьё». Это уже результат, в принципе, почти результат, можно сказать. Здесь видно, что мы книгу купили на самом деле. Можно говорить о результате, что мы деньги потратили. книга теперь у нас есть, есть результат. Костава, это чисто его состояние. Нет результата. Но это хороший пример. Либо костава, либо костату. Это уже, конечно, вещи посложнее. Обычно об этом говорится чуть позже. Но это хороший пример, когда тот же глагол выражает, инперфектно, говорят о разных, вот, разные аспекты этого действия. Можно и другие примеры, например, глагол печере. Глагол печере тоже выражает состояние. Нравится, не нравится. это состояние предмета. Но он употребляется и на инперфектно, и на посаду просимо. И понять здесь разницу, это достаточно сложно. Надо уже, надо уже хорошо знать язык. то есть то есть либро мне пиечило, но и фильм не не пиечило. Например, да, это совсем разные вещи и не так просто объяснить в чем именно развиться. Думаю, vedу дали altre domану. Я пропустил ваши вопросы. Здесь Ну, ладно. Грация, и комплименты. Грация, и комплименты. Си, это новый либро, относительно новая книга. Может быть, Мария может тоже ответить на эти вопросы. Приобрести у нас, наверное, нет. А, и фильм, но мне не понравилось, но я иду. Вот как раз этот пример, который я хотел вам показать. Хорошо. Идем дальше с нашей теорией. Рассматриваем теперь отдельно только акции. Потому что мы говорили, что акции встречаются и там, и там. И у пассажирова и у имперфекта. И вот отсюда проблема. Потому что очень часто русскоговорящий студент изучает итальянский язык, не знает как, какое время. Да, сложные вопросы задаются сегодня. «Иери пьюзи담и, иери пьюзиана» «Иери а пьюзиам, иери а пьевуто». Силки запрещены. Мы не работаем, вот мы не торгуем книгами, но у нас на курсах Кафе Итальяно есть другой материал, как я вам уже говорил, неиздан, материал, который неиздан, который вообще нигде не продается и не покупается. Это только можно найти у нас, мы даем этот материал нашим студентам. Хорошо. Хорошо. Спасибо за ответственность. Alors, la teoria. Pasado prossimo. Это время для результата. Acción infinita. Законченное действие. Обычно есть ограничение временное, то есть указано начало и конец действия. И это нам показывает, что это именно законченное действие. Есть начало, есть конец. Например, «O studiato dalle due alle tre», «O studiato per tre ore», «O studiato per un ora». С другой стороны, «imperfetto», «acioni» «non ancora finita», действия, которые еще пока не совершились, то есть, другими словами, процессы. И это не всегда так просто понимать разницу результатов процессов. Тем более, что весь русский язык у него совсем по-другому работает. Русский язык с результатами, с процессами он немножко отличается, конечно, от итальянского. Можно сказать, что обычно, если говорится именно о процессе, что-то в плане лексики присутствует какой-то улитка, какой-то, если можно сказать, трача, лессикали. Вот, например, слово «mentre». «Mentre ieri, mentre dormivo, mi ha telefonato Marco». Вот это «mentre» точно говорит о том, что это не законченное действие, а именно процесс. «Mentre dormivo, mi ha telefonato Marco». Но, к сожалению, этот «mentre» не всегда присутствует. Поэтому не так просто. И так же не очень легко. Рисовая ситуация. Как разница, это времени. Но это не так просто. Рисовая ситуация. Это очень важно. Итак, мы видим, что теория очень краткая. Можно, конечно, более подробно говорить о теории, но, как я вам уже говорил, мы будем разбирать эту проблему именно в контексте. И черес текст, путем текста, мы увидим, вернадьес, премьем разница, «Пассатопросто» и перфектно. Продолжение следует... 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 Фумава и бежевая, а также в ночной, в летном. Одна раз она была встана с сигареткой, и только не была встана всякая. Ты помни? Конечно, ты помнился, что не было удобно жить с ней все эти годы. И когда мы познакомились с твоими друзьями, и она, прежде всего, а в следующем целке, Си, она срода, но, по-моему, она делала апостой, чтобы disturbать. И потом, когда она разрушила, она даже разрушила его орулоги. Это был орулоги антикот, я помню его папа. Пробавил, он продал. Чистое сколько стоило. Доверь, она была эгоиста и преподентная. Это веро. Возвращение всегда ей, что она смотрела на телевизор. Она смотрела на телевизор. Даже если она любит животных. Она любит животных. Она любит животных. Они, детей, детей, детей. Она просто плохой характер. Моя зия. Но она не была твоя зия. Хорошо. Вы знаете, что это успевает. Все. Вы понимаете? Я突ерно, я начинал речь. Вы понимаете, что я думаю, что она не знает. Вение в истории. Что еще нет? Вы понимаете, что она работает на телевизор? Эта зия не знает, что она любит. Хорошо. Я Blacksmith. Так, формулировка. Как можно по-русски это сказать? Есть варианты? Жду ваши варианты. Жду ваши варианты. Неизвестно. Как вы думаете? Я обычно, конечно, даю перевод. Я здесь вижу, что, наверное, не всем так нужен перевод, но все-таки пусть будет. Это ужасный, конечно, перевод, потому что я перевожу очень дословно, чтобы все было понятно, каждое слово. Альберто и своя жена, и его жена, извините, его жена возвращаются домой после похорон тети Эрнеста, которая жила с ними. Бедная дзия, бедная теория сейчас, она, как по-русски говорят, отдыхает в покое, дословно. Наконец, финалименте. Репоза импачи, это говорится только о тех опавших, о тех, которых больше нет. Асоферто, ну, грация, грация. Асоферто возит танк, она так страдала. Ну да, у нее было очень много проблем со здоровьем. И цирроз, и диабет, и алзаймер. Не знаю, есть такое слово на русском языке, или просто говорите маразм. Алзаймер, это сейчас очень модное заболевание в Италии, почти у всех есть. Абьямо спезо капитале. Тратте. Абьямо спезо капитале, мы тратили кучу денег. Может быть, вы тоже говорите тратить капитал. Абьямо спезо капитале, фиксированное выражение. Абьямо спезо капитале и индуктори для врачей, для лекарств, но это не помогло, ни для чего не было бесполезно, так сказать. Дело в том, что она пила и курила, и потом ела слишком много. Она только и делала, что есть, она ела с утра до вечера. И в день она весала больше, больше, больше 100 килограмм. Песала олтре 100 килограмм. Олтре, знаете, плюс ди, плюс ди 100 килограмм. Выше, больше, чем. Абьямо спезо капитал. Она зажигала и потом не тушила сигареты, ну, понятно. И, где я говорю, перпоку, но не, вкратце, о, вкратце, сожженные сигареты. Перпоку, но чуть не сгорел весь дом. Чуть не сгорел, перпоку, но не брючата тута лаказа. Помнишь? Чертого рекорду, как же нет? Конечно помню. Это было не просто жить с ней, конвивер это сожжить, вместе с кем-то, тут и гостиан, в сетей годы. А тот раз, когда мы пригласили твоих друзей на твое день рождения, на твой день рождения, и она до праздника, она села в историю. Как же нет? Умню. Она даже на кандевине. Кандевине, это, от кандела, да? Кандела, grande, кандевина, кандевина, киклая. Кандевина, 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 кандевина. Как говорится в русском? Она делала все время то, что хотела, ничего не просила ни у кого, входила ночью в нашу комнату, открывала все ящики. Фрюгаре, фрюгаре, фрюгаре. Фрюгаре, фрюгаре. Фургарина и Лаборса. Фургарина была глухая, но, по-моему, она делала это специально, чтобы мешать, и потом она крала, красть, рубали, воровать, наверное, лучше, рубала. Фургарина была. 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 Фургарин tomarahu. Те – правильно. Фургарина была. Фургарина была. Фургарина была. Фургарина была. Фургарина Ва бе, инсум, е chiarо. Сперо. Сперо. Е веро, вова все время хотела решать, какую программу смотреть по телевидению. И смотрела все время документальный фильм о животных, Хотя она, на самом деле, ненавидела животных. Она всех ненавидела. И животных, и детей, и женщин, и мужчин. У нее был, на самом деле, ужасный характер у твоей тети. Как моя тетя? Это не была твоя тетя. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Мы рассматривали кондиционы, дискриционы, интенционы. Мы рассматриваем кондиционы. Здесь можно говорить, что это обычное действие в прошлом. Субтитры создавал субтитры. 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 эру филич, эру triste, эру annoито, эру contento, eccetera. И ли глагол «авэре» тогда существует на ми, «авэво фредта», «авэво caldo», «авэво фреддо», «авэво мал перфекту». А наоборот, на «passадо prossимо» не так часто встречаются. Вообще не так часто приходится потреблять, например, «passадо prossимо» глагола «essere», «io sono stato», или глагола «avere», «io ho avuto». Если партили в мимагне, на много час, они встречаются на форму имперфетто. И здесь тоже, вернемся к тексту, «дунку, «авэво troppи проблеми в салуте», «abbямо спесо у капитале», «рисутат», «non è servito a ньете». Il problema è che beveva e fumava e poi mangiava troppo, soffriva in questo contesto? No, non si può dire, vedo la domanda di Diana, soffriva, non si può dire, soffriva, если у каждого момента я живу, да? Но здесь говорится не как, когда мы уже знаем что она умерла. А если мы говорим о определенном моменте его жизни, per esempio, «la зия» ieri soffriva molto, per esempio, «oppure la zia», «quando era a letto», «quando era all'ospedale», надо как-то дать context, надо как-то показать именно, что это конкретный период, «нкредит момент», «гги я жизни и я балъездни», «as дьявариться в итоге» «а соfferto», «поситант ньюказана кагда», «ведь?» «а соfferto», «in generали», «не указанна и мна кагда», «in generали», «а соffерто». «Allora, beveva, сумava e mangiava», «potете dirmi, per favore, «Почему c'è l'imperfetto?» Потете dirmi «Почему c'è l'imperfetto?» «Beveva, fumava e mangiava troppo». «Дай, если вы говорите «Амаво, скажите вы, это не актуально, сейчас». «Скредите вы». «Дай, если вы говорите, надо, конечно, уточнить потом, потому что l'imperfetto говорит только о прошлом. Это интересное время. Он говорит только о прошлом, а в настоящем моменте он ничего не говорит. В отличие от Passato Prossimo, который очень часто говорит еще о презенте. То есть, если говорю о капиту, например, значит, я знаю, я понимаю и сейчас. а если говорить «ю амаво», вообще ничего не говорит о том, что сейчас происходит. Только о прошлом. «Дунке, sono акzioni обитualи, да, вернемся к тексту?» «Да, sono акzioni обитualи, sono акzioni обитualи. Она все время пила, beveva, fumava, все время курила. Обычна, как привычка. ». «Бенissimo». «Си, я я риса соферта много, ты смеешь, здорово, да, certo». «Солказирование обитualе». «И شي, свините», «песава олтре 100 кг». Глагол, «песАре». «Можна, здесь тоже вопроса». «Почиму» «и перфетты» для глагола, «песАре». «Песава олтре 100 кг». Это непривычное действие, да? Это что? Си, она кондиционная, плюс экзотаментная, она дескриционная физика, она дескриционная физика. Как будто мы говорим о ней физически, да? Эра Альта, эра Грасса, эра Магра, эра Бьонда, эра Бруна, а пизава встречает такие. Это описание. А пизава вообще не встречается, можно си пизава свящается, си пизава. Это другое совсем. Так, был уже еще интересный вопрос. Иперфекто никак не связано с настоящим? Да. Я бы сказал, что никак. Ничего, ну, проще, наверное, говорить. Ничего не говорит о том, что сейчас происходит. Иперфекто говорит только о том, что тогда, когда-то была. А настоящим никто не дает информации. И поэтому надо всегда уточнить потом. когда-то было. На первое вот ... Теперь прямо, когда-то.. И ещё сейчас мне нравится. Это не перфектно, но сейчас происходит. Думаю, и он, 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 и он. Вот. 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 Бутична на курила ночью. Привычна и дестяне. «Уна Волта, тошто презачло, толкадь и драс, это выражается путем». «Пасадо Просим». «Потамошто? Уна Волта». «Quindi, видите, л'azione абитуале, умава и бевева, л'azione unica, л'azione unica, «си е addormentata». «Пасадо Просиму» «Esprime azioni uniche, di solito». «Ди срока, no, Бутична». «Dи solito esprime azioni uniche, толкадь и драс. Пой, interessante, non è stato facile convivere con lei tutti questi anni. «Связь, pesare, бесчетс? бесчетс, pesare». Dunque, «В тексте» «Вешить». «Вешить в тексте». «Вешить в тексте». «Есть потом, конечно, переходный глагол». «Пезаре Волькоза». «Всвязить». «Си». «Чанки гостя традиционно». «Но здесь, в тексте мы говорим об ее весе». «Ее вес был выше 100 килограмм». «Зв benevolет». «Не веселый». « Alyةfive � Тема», «Ах, если бы37 exists». «Дулкэ», «Но здесь ведь онацвала, эм, На посаду просимо. Это случай достаточно непростой. Это именно результат. Здесь помогает выражение «тутти гостианны», потому что «тутти гостианны» — это законченный период, и когда действие занимает какой-то законченный период, это обязательно посаду просим. Нельзя говорить «нонээра фачили конвивэре кон лэй, тутти гостианны». Это немножко странно звучит. Когда законченный период времени, мы знаем, что говорится о результате, и поэтому лучше пользоваться посаду просим, как здесь. «Нонээ стату фачили конвивэре кон лэй, тутти гостианны». «Конвивэре» можно говорить «жиць вместе». «Конвивэре». «Сажиць», как в русский prefix. «Кон». «Эк quella volta che abbiamo invitato i tuoi amici, e lei, prima della festa, ha mangiato tutta la torta». Видите, что здесь? Это только один раз, прежде всего. Один раз, слава Богу, она села все свечки, eccetera. Девочки. Центство, хона презентациях. «Свучитénom» в числоdlesе, «Ци побылдея конвивэре кон лэй». «С mascara?». «Нонээра фачили конвивэре кон лэй». «Ноэра фа́hunэ – concerning icjar ха́на гарётает скорость». «Ци побылды в screenshot. Разница очень тонкая, конечно, очень маленькая. Можно говорить и то, и то, и то, и другое. И так далее. Проказывает нам что это? Она делала регулярно. Она entraла в камеру на ночь часто, не один раз, регулярно. Априва tutti и газеты, фругава дапертутто, риза, да? Красивый глагол, риза. Фругава дапертутто, фругава тоже, даёт, да? Фругава дапертутто. Аскольтава диконтину, видите выражение? Диконтину, постоянно. Это как еще, континуаменте есть слово. Континуаменте. То же самое что, диконтину. Поэтому. Азиони обитували. Все, азиони обитували. Почему она слушала музыку так громко? И вот это, по-моему, это по-моему, Alberto говорит «п compared я суда». Продолжение следует... 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 И потом, кисса, куанто костава. Вот интересно, костава, уже привели такой пример, когда мы говорили до текста, мы говорили на теории. Почему здесь костава, а не экостату? Костава. 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 Костя. Дальше, скажем так. Дальше, скажем так. Дальше, скажем так. Дальше. 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 Dальше. Dальше. Abbiamo visto la differenza fra passato prossimo e imperfetto nel testo. Soprattutto il confronto nel testo è soprattutto fra l'azione abituale e l'azione unica. Il risultato, l'azione finita. Oppure il confronto fra la condizione e l'azione. Una condizione più perfetta, azione passato prossimo. Ci sono anche altre strutture interessanti nel testo. Non c'è soltanto questa. Per esempio, tamis vorragini non fare altro che. 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 Nerno fare altro che. Non fare altro che. Manawgliare. Se mimi disappointedsi una tamis. Non fare altro che. idealo. Per esempio, diminisha non fare tenenità. 같amente. Rob пров pleco dal framm прогlato fino al ch принципе. Еще интересные неправильные существительные – ла цирроза, ла сколиоза, ла остеохондроза и так далее. Все эти слова женского рода в отличие от русского, потому что по-русски цирроз, остеохондроз, существует такое по-русски тоже, не только у нас. Вот интересно, что у нас эти слова женского рода, как, например, синтези, тези, ипотези – слова греческого происхождения. И в тексте было как раз одно слово такого типа – ла цирроза, ла алцаймер – тоже заболевание мужского рода. Здесь артик, конечно, не показывает это, потому что ла, но это род здесь мужской. Допустим, в нашем курсе там есть больше времени, мы можем разбирать упражнение более подробно. Здесь не знаю, насколько это реально сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... В, Ф Пирожая Бухгала È веро o è falso? Falso? Problemi con il feгато C'è una certa сна глаз allora, è vero 10 печень и лакироси 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 Это веро? Нет, это фальсо. Вспомнике, да, это фальсо. Фумава, журно и ноте. Фумава, журно и ноте, тожо, чемпрасть твои. Тре. Фумава, журно и ноте, веро. Фумава, журно и ноте, видите, такая пара. Фумава, журно и ноте, без артика, потому что это пара. Очень часто, когда существительные идут в паре, например, marито и могли. Бирра и сальсище. Очень часто артик, а кускается, для пара. Более интересный вопрос. Рус, лазия, а спесо moltи soldи в медицине. Лазия, а спесо moltи soldи в медицине, веро? Это веро? О, это фальсо. Нумер 4, номер 4. Нумер 4, это веро? Фальсо. Веро. Фальсо, веро. Фальсо. Фальсо. Пятый вопрос. Тоже интересный вопрос. Видите, обычное действие в прошлом. Дормила как обычное действие. Если я одормила, это может быть один раз, может быть даже произошло на самом деле. Одормила, это регулярно. Это фальсо, потому что в церкви, когда написали в речю, дальше началось с вами, в свече, приносливая и в рабочее время, но даже в течение, когда он уроков, она взросла в речи в речи, и в речи, чтобы это было. Поехали, номер 6. Тожи, у нас нет ни раз, не вопрос. «Амманжато ла торта кон ле канделине акцезе. Э веро о эфалсо? Нумеро 6. 6. Сcriвете anche ле номера, ваше начинай, панимайо. Сcriвете anche ле номера. «Диастожи вижу прасмагласием». Бе, е фалсо. Ле канделине, я надеюсь, что они не були accesи. Слово «акцезо» стричается в тексте, потому что некая канделина с сигаретой. Си одорментата с сигаретой с сигаретой. Сигаретой с сигаретой. Ма ле канделине, «но, ле канделине нон ерано accesе». Я надеюсь, это даджиапасна. «Пой, ла зия нон ци сентива бене». «Нумеро 7. Ла зия нон ци сентива бене». Видите, это са стаянне, нон ци сентива. Си, цеска са стаянне. Э веро эфалсо? Веро. Веро. Потому что когда говорим «но, чи сенту, нон, чи сенту, бене» это выражение «мне нехорошо слышно, мне плохо слышно». И, соответственно, «но, чи ве бене» «мне плохо видно». Помните это выражение «но, чи ве проценту». Это устойчивое выражение, очень, очень грязное и важное выражение. И последнее. «Песава quasi 100 килей». «Песава quasi 100 килей». Веро. Фалсо? Фалсо. Да, фалсо, потому что тексты написаны «олтре». и «к committing», «к містанacity», то «выща», «от healthcare». проценту не dies. В этом видео мы видим, что мы уже говорим, что мы уже говорим, что мы говорим, что мы говорим, Поехали, мне кажется. «La zia Ernesta riposa in pace, finalmente». «Glagol, morire». «Что stiamo a dire? Imperfetto o di passato prossimo?» Potete rispondere voi, per favore, nella chat. Che cosa mettiamo? Passato prossimo o imperfetto? Potete scrivere la risposta nella chat. «È morta». «Sì». «Piscio del pipì». «Ah, passato prossimo, finite. Passato prossimo. È morta. «I achatel prostatisho...» «Bravo il nuovo formo, paducizzo. Passato prossimo. È morta». «Bene. È morta perché...» «È morta perché...» «Scrivete la forma». «Perché aveva troppi problemi di salute». «La cirosi diventa l'Alzheimer». «Dalce, soffrire». «Dalce, soffrire». «Dist, bole, bole, sporla, connecchina». «Soffrire, please. Soffrire, per favore». «Da». «È la col soffrire». «È sofferto». «È sofferto». «È sofferto». «È sofferto tanto, poverina». «Da, da, 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 da. DALCE». «Be, soffriva, если есть определенный момент. Da, но здесь не указано, когда она страдала. Она в целом «ha sofferto». «Molto». «ДALCE». «Спendere». «Спendeva». Осторожно, подлежащи Алберту и Джованне. Анно спесо, си, Анно спесо. Алберт и Джованне, Анно спесо, это результат. Анно спесо у сакку дейсОлди. Это не привычное спенде ванно у сакку дейсОлди. Нет, можно говорить уже о результате. Анна уже умерла. Мы можем даже посчитать, сколько денег они потратили. Поэтому результат, Анно спесо, у сакку дейсОлди. индустрии в медицине, hanno спeso. Си, результат. Лучше, результат. Спендевано, я не говорю, что это прямо шепка, это не так информативно, как оно спесо. Il passato prossimo è il tempo delle informazioni. È il tempo delle informazioni. L'imperfetto è il tempo, invece, delle descripzioni. Это не очень информативно, время. Важно говорить о результатах. И о результатах говорить только о passato prossimo. Поэтому он намного более информативно, время. Hanno спeso un sacco di soldi для учителя в медицине. Дальше, сербире, сербире, please, per favore, не е сербито, не е сербито, это правильный вариант. Да, не е сербито, спешка сессер, не е сербито, а нинь. не е сербито, не е сербито, не е сербито, не е сербито. Опять, результат. Если мы хотим глагол сербире с imperfecto, надо как-то строить фразу по-другому, например, я вам напишу здесь фразу, «Видите фразу?» «И компьютер По этой причине, причина, из-за которой я подарил компьютер, из-за того, что компьютер мне был не нужен, я его подарил. Но мне сервива нет, и это не результат, это не действие, это чисто состоятельность, это причина для главного результата, для главного действия, ло отрегалату. Вот здесь сервире идет на имперфекту, а у нас в тексте такая короткая фраза, с имперфектом очень странно звучит, но сервива нет, нет, здесь нам нужен результат, иначе опять, как я вам уже говорил, иначе фраза ни о чем не говорит. Если нет, результат, фраза ни о чем, фраза ни о чем информативна, ни о чем. Ни садьер, живет много информации. Quindi, non è servito a ньете, come risultato. Possiamo guardare anche la frase 2, forse ci sono delle frasi più interessanti. Ma guardiamo la frase numero 6. Пурntрофо non abbiamo tempo per fare tutto l'esercizio, perché è già piuttosto tardi. Però guardiamo la frase numero 6. видите la frase numero 6 in più potete scrivere nella chat la forma del verbo rubare la zia rubava in generale normalmente di solito rubava una volta rubare una volta una volta ha rubato bene l'orologio d'oro di Alberto benissimo ha rubato l'orologio d'oro di Alberto molto bene Talce essere un orologio antico era sì Pisani era un orologio antico un ricordo di suo padre probabilmente la zia Pradavats vendere vendere la col vendere lo ha venduto la tak piscizza così inizia l'ha venduto l'ha venduto il passiede il glagol costare costare chissà quanto costava 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 1.000 €, и это стоило 500 €. То есть мы купили, есть результат, мы платят деньги, мы купили, есть результат, можно говорить, есть результат, это чисто описание, состояние. Если мы не купили часы, мы можем говорить, Quindi этот Костава Троппо, это чисто его состояние. Часы стоили слишком много, поэтому я не купил. Это чисто их состояние. Костава, но Ророджо, Костава. А здесь у нас в тексте вот эти часы, нигде не написано, что мы купили их. Просто они лежали у нас дома, они лежали, и когда они лежали дома у нас, они стоили, кто знает сколько, это состояние их, это их состояние. Натагавариц, Костава... Костава, 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 Костава. «А чьи са quanto costава». Bene. Diciamo che come abrasиец di лезь può essere sufficiente, там носк я вам показал, носк тосту модели на курсах кафе italiano. Конечно, не только это, там еще есть грамматика, есть еще звонки, даже домой, ночью, не знаю, как Tiocia Ernesta делает, наверное, есть что еще есть lessico, lecione di lessico, sono molte cose molte cose interessanti, incontри если живете в Москве, конечно, incontри con носители языка, italiani. если вы не живете в Москве, то есть эти телефонаты звонки, вам через день о 15 минуты, каждый каждый второй день, через день вам звонят, если вы не разговариваете по телефону, insomma, это комплессо, это очень много много круглассо ф это сегодня мы можем мы закончим по вам это вапрочи я вапрочи подъеми, не подъеми, здесь про наше наше ваше ende си 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 может сказать, что это было шопер, только если это забастовка началась в четверг, и закончилась тоже в четверг. Тогда можно говорить, что это было шопер, но это было шопер, но мне кажется, что это было шопер. Но я повторяю, можно, конечно, честату, это тоже правильный вариант, конечно. Тогда, может быть, не знаем, когда началась, когда она закончилась, мы не знаем. А если говорим, что это шопер, тогда уже более точно знаем, когда она началась и когда закончилась. Так что разница все равно есть. А если у вас есть вопросы именно о курсе, наверное, Мария будет вам отвечать, но вы можете их тоже. Спасибо за просмотр! Момент, момент. Посадопросси имперфекто. Бе, мы только делали, не сделали ничего. Эти информации вы можете найти в моем мануале. Но мы сегодня об этом и говорили. Какая разница? Посадопросси имперфекто. То есть кратко, коротко нельзя говорить об этом. Это точно. Обычно это занимает, если объяснить в классе, это занимает один урок. Если достаточно. Наверное, сегодня есть аспекты, которые мы даже не затрагиваем. А кратко об этом говорить невозможно. Я вам говорил, что в принципе посадопросси – это для результатов и для действий, которые происходили только один раз. А имперфекто – это для процессов и для действий, которые регулярно повторялись в прошлом. Это можно запоминать как правило. Еще имперфекто – это для кондиционов, для состояния, для дискрепционов. И так далее, то, что мы говорили сегодня. Ну, это самая простая информация, самая краткая информация, которую я могу вам сейчас дать об этом. Анкора доманды, при фаворе, если че соно. Граци. Стои муто джентили. Стои муто джентили. Граци. А если нет, то, что времени уже много. То есть мало осталось. И много прошло. То есть, возможно, мы можем приветствовать. Мы можем передать слово к Мария. Мария, вы еще здесь? Да, конечно. Я все еще здесь. Спасибо всем, кто остался. Пожалуйста, напишите, кто очень хочет продолжить обучение у профессора. Напишите, пожалуйста, в чат, кто хочет учить итальянку. Спасибо. Спасибо большое за ответы. Я готова вам рассказать достаточно кратко, потому что времени уже много. 21 часа 8. Наш курс обучения, во-первых, что это? Это экономия времени, потому что курс онлайн. Экономим денег, так как вы знаете, сколько стоит курс онлайн, если идти куда-то в школу. Где бы вы не ходили, в каком бы городе вы не ходили. Также у нас лучшие преподаватели-эксперты. Разговорная практика. Это когда вам звонит преподаватель, точнее, вы звоните на основе текста и обсуждаете текст на итальянском языке. Это очень эффективно. У нас уже есть специалисты, которые реализуют эту методику и получают первые результаты. Также возможность занятия с профессором Томасом Буэном и гарантия результата. Спасибо за ваши ответы. Какие лайфхаки я хочу вам сегодня рассказать? Лайфхак из нашей школы, как запомнить неправильные глаголы в итальянском языке. Благодаря методике профессора, интерактивная игра учензит, реализована на обнаженном курсе. Вы можете выучить неправильные глаголы с помощью этой игры интерактивной. Это очень просто и поможет вам. Также в результате обучения в нашей школе онлайн КП Итальяна вы сможете, как и написано на слайде, заказывать как минимум, заказывать ресторан. В ресторане едут, знакомиться с людьми, общаться. Создать счастливее, потому что те, кто говорят на итальянском языке 100% счастливые. Погрузиться в культуру, в среду, и путешествовать. Куанто Коста спрашивают. Что? Куанто Коста спрашивают. А, Куанто Коста. Так, сейчас скажу. Все это вы сможете за 2-3 месяца в программу. Павел, какой у вас уровень языка, Павел? Если вы знаете. Итак, Павел, не отвечает. Хорошо, начну. Мы предлагаем первые, значит, первые, как мы будем. Программа курса итальянского языка, Павел, в связи за ответ, А2Б1. Рестресса. Платите рестресса, 24 урока, плюс 4 урока в подарок. 8 онлайн-мастер-майн-тессий с Томазо Буэна личным. Занятие проходит каждую субботу в 8 вечера. Также методические материалы и ключи к ним. Проверка домашних заданий преподавателям и контроль кураторам. Доступ в закрытые сообщества школы. 8 уроков по влечению словарного запаса. Говорим, без словаря. Грамматика. Посмотрите на слайде. Содержание каждого урока. 4 урока мы дарим вам в подарок. Также 3 раза в неделю вы сможете практиковать разговор, общаясь вживую по телефону с преподавателем. Все тексты абсолютно новые, не опубликованы. Тексты, которые написал профессор Томазо Буэн. Также в этом курсе пакета Ристрепта 8 уроков у самого профессора живой язык. Здесь, как вы видите, название урока. Реальная стоимость этого пакета 42 тысячи. Из чего складывается эта стоимость? Если вы занимаетесь индивидуально с преподавателем, это 1500 рублей, а на занятии 60 минут по скайпу. Если умножить на 28 занятий, получается 42 тысячи рублей. Реальная стоимость курсов 12 900. Благодаря тому, что вы сегодня пришли на наш открытый урок, мы решили вас отблагодарить и делаем вам 30% скидку на покупку в течение 48 часов. И стоимость этого пакета будет всего 10 430 рублей. Какие-то вопросы? Очень интересно. На самом деле, я первый раз веду вот так вот онлайн, когда, стоит подумать, пальцы с этим пакетом. Для какого уровня занятия? Да, интересный вопрос. Вообще, вот этот пакет рестроита самого начального уровня. Ольга. Ответила ли я на ваш вопрос? Ну, можно начинать с любого уровня. Да. Там можно начинать с любого уровня. Спасибо, профессор, за помощь. Да, урок Ирина. Спасибо за вопрос. Продолжительность уроков по телефону 15 минут, но, как правило, общаются больше, где-то 20 минут. Можно посмотреть все на сайте. На сайте... Так, сайт. Ну, я что-то пропустил. Ну, я что-то пропустил. Так, значит, второй пакет – это капучино. Здесь 36 уроков. Здесь больше уроков. Чем-то предыдущим. Это 12 уроков. 12 онлайн-мастер-майд-сессий. Система Жуэна. То есть продолжительность. Методические материалы – то же самое. Проверка домашних заданий. Педагогам. Доступ в закрытое сообщество студентов школы. Урок. 12 уроков по увеличению словарного запаса. Говорим, что вариант. Да, надо дать ссылку, потому что они спрашивают более подробную информацию. Посмотрите. Хотелось бы потом подробнее посмотреть описание программы. Надо дать ссылку. Вот, спасибо. Все подробно. Спасибо. 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 Также здесь 12 уроков «Живой язык» с профессором. И именно в этом пакете есть интерактивная игра «Учи язык». Ольга, спасибо большое за ваш позитивный ответ. Реальная стоимость этой программы, именно программы всех уроков, если заниматься с преподавателем по скайпу, 54 тысячи. Ну, в среднем 3 месяца. Спасибо. Ваши инвестиции сегодня 1430, так как мы предлагаем скидку 30% на оплату курсов в ближайшие 48 часов. И самый классный пакет капучино. Почему самый классный? Потому что там больше всего уроков грамматики, больше всего уроков лексики. Говорим без словаря. Именно стоимость разная курсов. И в капучино 48 часов. В капучино, сейчас скажу точно, сколько. Да, все верно, в капучино 48. Посмотрите на слайд. Здесь грамматика. Ну, действительно, странно, что оба курса стоят одинаково. По-моему, что-то не так. То есть, эспрессо-рестритто, получается, та же цифра. Можно уточнить. Кажется так. Нет? Это что? Это капучино. А, это эспрессо. И со скидкой 10 430. Но это то же самое, что ристритто, нет? 10 430. 10 430. Ну, ладно, не будем, наверное, уточнить. Что есть капучино такого классного? 16 уроков. Это ошибка. И ристритто тоже, видите, это наша ошибка, наверное, да? Да, наверное. Ну, можете просто сказать, что на сайте более подробную информацию можно найти. Но там не указана скидка. На сайте. Да, на сайте пока скидки нет, она появится сегодня, но очень после. Вот, вот, тогда все. Скажите, чтобы они посмотрели на сайте и там найдут настоящие цены без ошибок. Ну, видимо, видимо, эспрессо стоит немножко больше, да? Да, Елена, спасибо. А, вот, вот, вот. Значит, в капучино есть также интерактивная игра и разговорный круг для тех, кто в Москве это вживую, кто в других городах, соответственно, удаленную. Так, записывайтесь на курс прямо сейчас и получите скидку 30%. Записаться можно уже сейчас, переходя на сайт, перейти на сайт и оставить заявку. Далее. Скидка будет вам пригодна. Бонус. Внимание. Самая классная книга, по которой можно тренировать, когда начинаете менять. Всем, кто оплатит в ближайшие 48 часов подарок, вот такая книга Томаза Буэна. Это практика по грамматике. Кто не знает, очень удобно выполнять упражнения. Можно писать прямо в книжке, это такая рабочая тетрадь, где можно проработать все темы. Сзади есть таблицы. Спрашивают, когда начинаются курсы. Так, курс начинается сразу же для вас, как только вы оплачиваете. Мы вас подключаем в группу, в общую, и вы занимаетесь. Также на сайте можете пройти тестирование. Вот так и здесь можно писать. Четыре урока грамматики в подарок. Тем, кто интересуется обучением, образец мотивационного письма при поступлении в университет на весь программу и получение финансирования, а также список сайтов стипендий, тоже в подарок. Да, Елена и Лиля, спасибо за вопросы. Как только вы оплачиваете, сразу же вам открываются курсы. Что вы получаете? Во-первых, это преподаватели. Да, давайте быстрее перейдем к преподавателям. Кому интересно узнать более подробно о преподавателях? Мне. Кратко. Также гарантия 100% в течение 14 дней. Наш сайт. Кратко. Итак, преподаватель. Анна Габрилиан, кандидата в логических наук, преподавателем ГУ. Награды научной деятельности. Елена Шкапа. Уроки лексики. Дышнее образование. Стажировки. Наталья Гринчук, преподаватель по грамматике. Вы можете видеть весь список стажировок, премий, наград. Евгения Грушевская. Автор ряда пособий, в том числе, самоучитель по итальянскому языку. И грамматик итальянского языка, совместно с Томазом Гуэном. Преподаватель МГУ. Евгения у нас проверяет домашние задания. Наша школа в соцсетях. Мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм. Не знаю, что вы знаете. Так, я еще хотела... Также у нас на сайте есть обувь от Елены. Спасибо, Евгения, большое. Гарантия. Также мы вам предоставляем гарантию 14 дней. Если вы вдруг поймете, что это вам не подходит к каким-то причинам, то вы всегда имеете право вернуть. Преимущества, что вы получите. Компетенции преподавателей, опыт. Разговорную практику на основе текста плюс аудирование. Домашнее задание. Проверка домашнего задания преподавателем на МГУ. Онлайн-мастер-майдер с самим Томазом Гуэном каждую неделю в год. Преимущества. Вы экономите время и деньги, потому что, насколько вы понимаете, что стоимость одного урока с преподавателем по скайпу в среднем 1500 за 60 минут. Следующего уровня в языке вы достигнете легко благодаря проверенной методике Томаза Гуэна. Также экспертности наших преподавателей, которые под руководством профессора будут доносить вам материал, доступны только студентам МГУ факультета иностранных языков и регионов ведения. И есть ли возможность начать через месяц? Да, есть возможность. Нелли, вы уже были на нашем первом мастер-классе. Спасибо, что пришли сегодня. Очень рады. Вопросы? Кто хочет книгу? Так, может быть, все тогда? Елена, хотелось бы книгу. Отлично. У вас есть возможность получить книгу? Никак. У меня уже есть. Книга. Книга вам в подарок при оплате курса в течение 48 часов. От сегодняшней даты. Также напоминаю еще раз, что на каждый курс действует скидка 30%, которая запоминяется 48 часов. Ну, тогда все, да? Можно прошаться. Напишите, пожалуйста, кто, кому интересно, кто вот готов, кто хочет. Есть еще вопросы? Или отлично? Или отлично? Если вопросов больше нет, тогда давайте будем прощаться. Сегодня уже 10 вечера, слишком поздно. Да? Да, да, поздно. Спасибо, Светлана. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.